Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Чистый Инди, меня зовут Юрий Аксёнов, и сегодня официально в Steam стала доступна игра Back to Bad. Также данная игра в ближайшее время должна появиться в магазинах приложений для iOS и для Android, то бишь в App Store и в Play Market. Надеюсь, это произойдёт достаточно быстро, потому что в данную игру мне бы очень хотелось поиграть на своём планшете. Ну что ж, давайте окунёмся в этот сюрреалистический мир и посмотрим, в чём же суть данной игры. Я помню ещё, когда видел трейлеры, то многие писали и говорили, что игра похожа на Monument Wallet. Но какую подробность я узнал? Данная игра разрабатывалась ещё в 2011 году, первые какие-то версии появлялись в 2012 году. Поэтому говорить о том, что данная игра как-то связана с Monument Wallet, просто ошибочно и некорректно. Итак, в игре присутствует 4 пака с уровнями. Давайте начнём проходить. Я уже три миссии прошёл для того, чтобы ознакомиться с игрой. А мы будем помогать вот этому вот чуваку, какому-то то ли учёному, то ли врачу, то ли психотерапевту, во время того, когда он лунатит, чтобы он не упал с крыши и не погиб. А нам необходимо будет направлять его, собственно, к дверям. Мы будем играть в роли вот этого вот зелёного непонятного существа с человеческим лицом. А вообще внешне это существо похоже то ли на собаку, то ли на кошку, то ли на... То ли на матрёшку, блин, я не знаю. Как вы видите, здесь есть плывущие часы с Альвадора Дали и многое-многое другое. Управлять можно как с помощью мышки, вот так вот левой мышкой направляя, либо же с помощью клавиш WASD. Так, давайте положим вот сюда. И да, мы видим небольшие следы. Они достаточно ограничены по расстоянию, по траектории движения нашего учёного. Ну а мы можем бегать в роли вот такого вот забатного существа абсолютно куда угодно. И наша задача с помощью яблок преграждать путь и тем самым направлять нашего главного персонажа в кроватку обратно. Так, что у нас здесь имеется? Так, яблочко. Давайте его возьмём, берём яблочко. Ну первые миссии, естественно, очень-очень лёгкие. Или не совсем. Так, давайте сюда поставим. Так. Так. И да, всё, мы можем пройти. У нас есть ускорение. Можем нажать на эту кнопочку, удержать, и тогда всё пройдёт намного быстрее. Вот единственное, что мне не понравилось в этой игре, нельзя настраивать уровень громкости музыки. Здесь она достаточно громкая, и вы бы, наверное, писали то, что вам музыка мешает смотреть, собственно, данное видео. Поэтому я её и отключил. Так, ставим яблочко сюда. Так, всё, ты повернул. Давайте теперь поставим яблочко вот сюда. Можно отсюда уже уходить. Здесь есть ещё одно яблочко. Так, давайте его возьмём. Смотрим за траекторией. Может быть, его пригодится где-то сейчас поставить сюда. Но нет. Он пойдёт прямо, потому что он ходит прямо до тех пор, пока не врежется. Ну что ж, давайте ускорим. Да, всё верно. Мы доставили нашего учёного снова в кроваточку. Давай, ложись и отдыхай. Ну а мы отправляемся на следующую миссию. Так, что здесь у нас? Здесь уже что-то посложнее. В эту, кстати, карту я ещё не играл. И, наверное, будет интереснее даже посмотреть. Так, здесь есть какая-то нарисованная лестница. И благодаря этой лестнице мы можем отправляться в похождение по стенам. Как я понял, наш основной персонаж этого делать не может. Так, он, походу, тут будет ходить по кругу. То есть нам нужно как-то прекратить это издевательство. Так, нет, так не подойдёт. Вот, вот это другое дело. То есть сейчас он пойдёт туда. Так, берём яблочко. И сейчас нам нужно будет его положить, наверное, вот сюда. Да, всё, миссия пройдена. Просто великолепнейшая игра. Музыка здесь достаточно завораживающая, дурманющая. Но саундтрек всего лишь один. То есть одна песня играет и канифолит вам мозг. Но вообще музыка подходит под атмосферу игры. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Давайте сюда положим. Так, он поворачивает. Всё. Теперь вот сюда. Давай, мужик. Мужик. Давай. И, наверное, вот сюда. Да. Всё, ускоряем. И миссия снова пройдена. Наверное, явно видно то, что разработчики, по крайней мере, в плане графики, очень сильно вдохновлялись работами Сальвадора Дали, потому что всё здесь нам об этом говорит. Так, где у нас яблочки тут имеются? Вот оно, яблочко. Так, куда он пойдёт? Так, он поворачивает, как я понял, направо всегда. Так, то есть, наверное, вот сюда положим. Посмотрим, что у нас получится. Так, берём яблочко. Нам нужно заставить его будет повернуть. Есть. Да, блин, всё, я не успел. И посмотрим сейчас, как он упадёт. Наш мужик упал вниз. Но игра начинается с самого начала. То есть, нам нужно подумать, как бы так сделать, чтобы всё было несколько иначе. Давайте попробуем его заставить пойти вот так. Так, может быть, нам это как-то поможет. Так. Не очень идейка. Но, если честно, между прочим, что-то начинает, походу, получаться. Блин, нет. Так, как же нам отсюда его вывести? Так, сейчас он поворачивает. Можно, кстати, нажать паузу и во время паузы посмотреть стратегию. А, ну всё, я понял. Бежим вот сюда, кладём. И он, по крайней мере, уже у нас перейдёт на мостик. Вот на этот. Ну, а тут будет всё очень легко. Да, профессор отправился в свою кроваточку отдохнуть. Так, следующий левел. Левел, 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 левел. Левел, 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 левел. Зеркала какие-то у нас появляются. Может быть, через них можно проходить? Смотрите, да. Через зеркала можно ходить. Это круто. Так, то есть сейчас мы его проведём через зеркало. Как только он повернёт, мы сейчас тоже пройдём через зеркало. И поставим ему преграду вот здесь. И завершим этот уровень успешно. То есть всё-таки разработчики учли самое главное, что должно быть в игре. То есть по мере прохождения должны появляться новые элементы. Ведь именно эти новые элементы и продолжают вас заинтересовывать данной игрой. Так, он врезается и поворачивает направо. Так. Блин, направо неправильно я сделал. Ну и всё, он умер. Короче, давайте ускорим. Так, то есть яблочко нам явно нужно поставить в другое место. То есть хотя бы вот сюда. Так. Так. Он пошёл назад. А-а-а! Вот, есть всё. Мы отправляем нашего профессора снова баиньки. И слава богу, он у нас остался жив, цел и орёл. Так, походу мы дошли до следующей главы. То есть всегда нужно, всегда в спешке, что ли? Ну да, понятное дело. То, что наш персонаж всегда спешит для того, чтобы спасти своего создателя и своего наставника. Ловите звёзды со всего мира, что ли? Так, вот и мы. Мы появились здесь. Нам необходимо в первую очередь взять вот это яблочко. Ну и что это? Так, давай назад иди. Направо он должен идти же, да? Да, всё верно. Сейчас мы его отправляем направо. Дальше нам нужно будет его развернуть как-то. Вот так вот. Давайте ускорим. И всё, да. Мы отправили нашего профессора снова баюшки-баю. Появились какие-то глаза в космосе летающиеся. Словно нам напоминают о том, что это сюрреализм. Вот эти вот зеркала. Так. Куда мы можем отправиться? Да, смотрите, здесь уже достаточно шизофренично всё происходит. Но нам, думаю, нужно попасть в зеркало раньше, чем сюда придёт профессор. Яблочко давайте мне. И я не успеваю. Всё, профессор мой умер. Так, ну ладно, пока профессор у нас воскрешается, мы пойдём и заберём другое яблочко. Да блин! Самое, наверное, хорошее в этой игре то, что наш профессор как бы не умирает. А он начинает свой путь заново. Только нам нужно как-то успеть это всё переделать для того, чтобы он всё-таки не разбился. А что если сразу вот так поставить? О, он пошёл назад. Так, давайте на всякий случай яблочко возьмём. А, нет, даже яблочко нам не понадобится, потому что профессор сразу же отправится в свою спальню. Блин, классная игра, мне она очень сильно нравится. Такс, что дальше? Так, вот мы снова. Снова плывущие часы. Нам ничего не остаётся, как взять вот это вот яблочко. Здесь у нас ходит какой-то будильник, который может разбудить нашего профессора. Любимого и родного. Так, профессор сейчас будет ходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, нет, только не будильник. Он разбудил профессора, и профессор окочурился. То есть наступил первый этап, когда мы можем проиграть. Поначалу-то мы проиграть даже не могли. Так, то есть нам нужно, наверное, ликвидировать вот этот будильник. Так. Скорее всего он... А, ну всё, мы ликвидировали будильник. Поздравляю вас. Так, наш профессор всегда поворачивает направо. То есть нам нужно будет поставить яблоко сюда. Так, поворачивает. Ну а мы устремляемся вперёд, чтобы преградить ему путь и провести его туда, куда ему нужно. Так, всё готово. Великолепно. Продолжаем наш сон. Что же нас ждёт в следующем левеле? Так, ага, снова зеркало. Яблочко. Так, давайте возьмём его. Так, профессор идёт сюда. Нужно быстрее класть яблоко. Ну да, скорее всего нужно всё оставить так. Потом яблочко мы положим вот сюда. Потому что он поворачивает направо. И всё, миссия пройдена. Оказывается, не такая она и была, и сложная. Интересно, сколько миссий мы уже прошли? Я думаю, сейчас придёт время всё-таки вернуться в главное меню и посмотреть это. Так, мы уже не рядом с профессором оказались. Странно. Так. Как нам выйти-то отсюда? Воу! Офигеть. Офигеть. Сюрреализм. Сюрреализм просто хлещет в этой игре. Так, как бы нам поставить-то всё теперь? Так. Так. Блин, я не успел. А, нет, смотрите, он в принципе нормально выжил. Но, 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 но. Но нет. Так, давайте повторим. Миссию, естественно, нам нужно её обязательно пройти. Кроватка вот. То есть ему всего лишь-то нужно пройти-то ничего буквально. Так. Так, 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 бежим. А теперь нам нужно как-то вывести из строя вот эти будильники. Есть будильники, мы вывели из строя. И это хорошо. Извини меня, Стас Давыдов. Так, теперь мы его отправим в, так сказать, зеркало. И как нам это может помочь? А, ну вот так вот это нам и поможет. То есть всё. Он пошёл сюда, и он успешно сможет финишировать. Давайте ускорим время. Есть. Есть, мы прошли миссию. Так, давайте-ка вернёмся в главное меню. Посмотрим, на чём мы остановились. Так, play. Первая голова. Четырнадцатый левел уже. То есть нам ещё осталось два левела пройти, чтобы её завершить. Отлично. Так, пятнадцать левелов. Так, вот и мы. Яблоко оказалось там. Так, какие-то мостики. Быстрее, быстрее, мой друг. Мы не успеваем. Так, возвращаем нашего чувака сюда. Нам нужно доставить его в зеркало. То есть поставить яблоко сюда. Так, всё, он прошёл в зеркало. Теперь нам нужно положить яблоко вот сюда, чтобы он смог спокойно пройти. Есть! Есть! Миссия пройдена! Итак, пятнадцатая миссия. Последняя в первом паке. Домик тут. Он возле зеркала. Яблоко. Так, то есть нам нужно сначала что-то сделать с будильником. О-о-о-о-о-о-о-о, будильник. Я тебя ненавижу. Ненавижу, будильники. Я их и раньше ненавидел, но после этой игры, я думаю, будильники я буду ненавидеть еще больше Так, берем Так, как бы нам преградить ему дорогу? Думаю, вот так вот Все, будильник уничтожен Отправляемся в путь через зеркало И нам нужно что-то сделать Вряд ли у нас с одним яблоком что-то получится Сделать, но попытка не пытка А-а-а, все, он упал Нам нужно пока что взять второе яблоко, потому что без него мы не пройдем Ну, по крайней мере, будильник мы уничтожили, и это хорошо Так Сейчас он пойдет сюда, нам нужно будет его как-то заставить повернуть в дверь Так, второе яблочко Так, он пойдет в стену и повернет направо Так мы его заставим пойти назад Блин, это все не то Так, давайте нажмем паузу и посмотрим Так, если мы поставим яблоко сюда, он пойдет назад Если мы поставим яблоко сюда, он пойдет сюда назад Ага, а если мы сюда поставим Давайте попробуем Как вариант, это достаточно неплохой Вот, все, да, миссия пройдена Есть Есть, есть, есть Итак, мы завершили первую главу За нами гонятся будильники Но мы должны спасти своего наставника, своего создателя и своего учителя И провести его сквозь различные ловушки Ну что ж, что я могу сказать Игра мне, безусловно, понравилась Жду ее выхода на Android, безусловно Для того, чтобы снять на нее обзор Посмотреть на то, как, насколько будет удобно там реализовано управление По крайней мере на ПК управление просто удобно Кстати, игра полностью адаптирована к джойстикам И вы можете с помощью любого абсолютно джойстика играть в эту игру Также мне понравилось главное меню В котором глаз следит за передвижением вашего курсора Ну что ж, проходить эту игру мы продолжим уже завтра Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх Также подписывайтесь на канал Gameplan Потому что, когда игра выйдет, я обязательно сниму отдельный обзор на нее